Второй стрелок, которого задержали, этого задержали относительно целым. И здесь он рассказывает, зачем он это сделал. За деньги. За деньги. Где-то полмиллиона. Полмиллиона чего? Полмиллиона рублей. Слушайте, я знаю, что в России все не очень хорошо с зарплатами, а в Таджикистане и того подавно. Но полмиллиона рублей за такое задание? Друзья, пять тысяч долларов. Пять тысяч долларов. Ну, я российским мусорам больше платил за то, чтобы они китков ловили и деньги мы обратно мне возвращали. Где оружие брали? Оружие они сам доставили. Кто они? Не знаю, по телеграмм написали без имени, без имени, без ничего. А как тебя нашли в телеграмм? Ты сам их искал или они тебя нашли? Нет, они меня написали. Вот максимально странная херня. Вот представляете, тебе кто-то в телеграмм пишет и предлагает полмиллиона рублей за то, чтобы ты пошел в торговый центр. Ну, просто начал вот стрелять. В каком отчаянии ты должен быть для того, чтобы на это согласиться? Слушайте, я много для чего людям в России платил, в том числе и представителям власти, в том числе и мусорам. Но я никогда не знал, что это может обойтись так дешево. Такие вещи могут обойтись реально за бесцами. А почему они именно тебе написали? Не знаю, я слышал, да, вот там волки. Кстати, те из вас, кто напишет сейчас, вот смотрите, какой он был храбрый там и какой он нехрабрый здесь у него дрожит, голос, он не может ничего сказать. Это всегда так и со всеми. Будьте вы на его месте, вы будете точно так же, если не хуже. Но дело, когда власть и оружие в твоих руках, и другое дело, когда в других руках, а ты беззащитен. Рязанский сахар это или нет, я не знаю. Но мне кажется, если бы это был в данном случае рязанский сахар, он бы там что-то сейчас мямлил про украинские ДРГ и про то, что ему в телеграмм написали именно украинцы. Пока что такого нет. Если в итоге к этому придет, тогда мы сможем сказать, что да, вероятно, это заказов ХФСБ для того, чтобы Путин мобилизовал общество и отправил их всех на фронт. Ну как бы показать, вот смотрите, война уже здесь, мы должны защищаться. На нас же нападают, на Россию. Вставай, страна огромная и прочее. И тогда я здесь сниму видео и скажу, да, это Путин. И вы меня знаете, я Путин обману при любом удобном случае. Так вот, пока что, как будто действительно ИГИ-Эл. Особенно учитывая, что на это намекают даже западные спецслужбы, в том числе американские. А они знают толк в ИГИ-Эллах. Я уверен, что в очень скором времени что-то опять будет известно. Я сразу об этом сниму, поэтому заходите на мой канал, подписывайтесь и будете в курсе. Продолжение следует...